Мы не будем начинать с печальных историй, которые и так у всех на слуху. Взрывы газа, к сожалению, происходят регулярно и каждый раз возникает ощущение, что мы, зная об этом, как-то не связываем это с совершенно конкретными обстоятельствами своей жизни, что весьма печально. Этим озаботилась и местная власть, потому представители управления по жилищно-коммунальному хозяйству районной администрации ведут сейчас активную разъяснительную работу, убеждая каждого собственника и нанимателя жилья заключить договор на обслуживание своего газового оборудования. Первый адрес, где мы вместе с представителями администрации побывали – Щелково, улица Сиреневая, 22А. Это многоквартирный дом. Здесь практически у всех действуют газовые плиты, но на их обслуживание собственники жилья не спешат заключать договоры. Об этом сообщили сотрудники управляющей компании, в ведении которой доходится дом. Данный адрес – улица Сиреневая, 22А. Договора, кроме муниципальных квартир, никто не согласился заключать. Вот я когда ходила с этими санкетами, каждому я подходила, каждому объясняла все это. Ну, где-то, наверное, человек 7 или 9, которые согласны были на то, чтобы заключить договор на техническое обслуживание. В одной квартире у нас есть уже договор, она раньше заключила трест газового хозяйства Щелково. А остальные так, ну, не готовы еще к этому. Ситуацию с заключением договоров на газовое обслуживание подтвердил и проведенный обход квартир. Жители вроде бы и не против выполнить все формальности, но на деле в этом вопросе остается пока нечеткость и неопределенность. Там что-то мы обсуждали все вместе и как-то решили это все вместе, ну, это самое, как все. Договор все-таки у жителей на внутриквартирное газовое оборудование обязательно должен быть. Ну, это я знаю. Заключите, пожалуйста. Это мы знаем. Возможности в кратчайшие сроки. Хорошо, да, хорошо. Спасибо. Хорошо. Распространена и такая точка зрения. Зачем? У меня, например, плита абсолютно исправная, понимаете, я сам инженер-механик. Изменить отношение к этому вопросу со стороны жителей пытаются представители профильных компаний, которые лучше всех знают, что шутить, так сказать, с газовой безопасностью со всех точек зрения себе дороже. Например, оказывается, практически в половине квартир так или иначе, пусть пока в небольших объемах происходит утечка газа, и это уже опасно. Кроме того, если нет четко узаконенных отношений с профессионалами в газовом вопросе, житель может оказаться один на один с разного рода жуликами со всеми вытекающими последствиями. Приходят в основном непонятные организации, ходят по квартирам, предлагают жителям не то счетчики, не то газоанализаторы, не то еще какие-то услуги. Как правило, это слабо квалифицированные кадры, не имеющие права допуска до газоопасных работ. Объезд по другим адресам, а мы побывали еще и на Пролетарском проспекте 25, а также в микрорайоне Чкаловский, показал, что ситуации и здесь не лучше. Представители управляющей компании ЕДС Щелкова сообщили, что жители из более чем 90 квартир до сих пор не имеют договорных отношений на обслуживание по газовому обеспечению. Чтобы исправить ситуацию, в ближайшее время обходы квартир продолжатся по всему жилому фонду муниципалитета. Всеуправляющим организациям дано поручение, чтобы ходили по квартирам на данный момент, совместно с газовыми службами, как и Мособлгаз, как и любая другая, у которых есть допуски к газовому оборудованию, проверяли как внутридомовое газовое оборудование, так и внутриквартирное газовое оборудование. В соответствии с действующим законодательством за отсутствие договоров, компания, поставляющая в квартиры газ, может вообще прекратить это делать. Таким образом, обслуживание внутриквартирного газового оборудования со стороны специализированных организаций – это необходимость, которую должен осознать каждый. Андрей Циханович, Валерий Жиглей, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».